Привет вам, любители комиксов! И сегодня у нас на обзоре Люди Икс от Джонатана Хикмана. А именно сборник, который издавался Камильфо на русском языке Дом Икс, степени Икс. И у меня в руках фестивальная обложка, довольно редкая. За неё была очень ожесточённая борьба на сайте момент предзаказа. Но мне посчастливилось её получить. И она у меня в руках. Давайте посмотрим. Начнём, собственно говоря, с суперобложки. Кстати говоря, Камильфо довольно редко делает суперобложки. Они даже на Омнибусах. Никогда их не делали. Я никогда не понимал, почему. Понятно, что расходы и всё прочее. Но хотелось бы, конечно, чтобы Омнибусы были такими же красивыми, оригинальными, как и их аналоги, выходящие за рубежом. Но, тем не менее. Итак, в книгу вошли выпуски Дом Икс с первого по шестой и Степень Икс, также с первого по шестой выпуски. Над сценарием работали Джонатан Хикман, Пеппе Ларос, Эрби Сильва, Адриана де Бенетто, Марты Гарсия и Дэвид Кьюриэль. Кьюриэль, если быть точнее. Суперобложка представляет из себя довольно большую композицию всех персонажей и антагонистов, и протагонистов. Так что можете посмотреть. Внутри под суперобложкой у нас вот такой вот красный, красного вида такое издание. Итак, давайте посмотрим, что же внутри. Вообще, Джонатан Хикман провел довольно серьезную работу по такому мягкому перезапуску серии Людей Икс. И, по большому счету, он учел все события, которые были ранее. И при этом смог внести такой вот перезапуск, такую новую свою лепту. Поэтому данный комикс рекомендуется к прочтению как фанатов, которые наизусть знают, скажем так, все перипетии во вселенной Людей Икс, так и те, кто только знакомится с вселенной Людей Икс. Это хороший способ начать с ней знакомиться, потому как тут, в принципе, есть вся необходимая информация и всякие вводные слова, которые позволяют понять вообще, что происходит. Потому как сюжет довольно закрученный, и некоторые моменты мне приходилось даже перечитывать, чтобы въехать во все хитросплетения, которые тут наворотили, нагородили авторы. История оригинальная, очень интересная, и она имеет продолжение. На людском языке пока оно не выходило, но есть омнибусы в Америке, один из них называется, так и называется, Люди Икс, Джон Тона Хигмана омнибус, если я правильно помню, а второй называется Сворд оф Икс, то есть Меч Икс, где это событие продолжает развиваться, скажем так. Вот, ни тот, ни другой пока в моей коллекции не появились. Есть более приоритетные, скажем так, покупки впереди, но тем не менее, имейте в виду. Здесь же мы видим и будущее, и прошлое Люди Икс, и то, как происходит борьба за выживание людей, мутантов, которые пытаются найти свое место в этом суровом и жестоком мире. Мире людей, которые всегда с ненавистью и злобой воспринимают тех, кто не похож на них, кто не такой, как они. также мы видим большую сюжетную линию, посвященную машинам, которые были созданы для того, чтобы уничтожить Людей Икс, в частности, вообще всех мутантов, в целом, комплексно. И у них это, в общем-то, удалось в одном из глобальных событий в Людях Икс. Могу ошибаться, но, по-моему, это глобальное событие называется House of M, дом M. Издание очень круто сделано, очень хорошо оформлено, читается очень удобно, размеры компактные, это не размер формата, омнибус, поэтому читать его легко, как там, лежа на диване, так и сидя в кресле, за столом. Немного туго раскрываются страницы, и иногда перелистываются дальше, чем нужно. Но это явление, которое можно побороть со временем. В принципе, от прочтения получаешь большое удовольствие. довольно интересный комикс с неожиданными портами сюжета, событий, круто дополняющий и расширяющий вселенную Людей Икс, поэтому рекомендую ознакомиться с ним. Благо, сейчас Камильфо стал издавать Людей Икс в приличном количестве, появились потрясающие Людей Икс, которые в оригинале звучат как Астошинг, Астонишинг, Иксмен. И, соответственно, действительно, есть, что почитать, и есть, чем познакомиться. А на подходе, насколько я знаю, еще и Людей Икс Гранта Моррисона, что тоже крайне будет любопытно посмотреть и почитать. Примечания. Очень много комментариев по тому, что происходит, по тому, как, как я уже говорил, действительно, здесь много материала, который требует каких-то пояснений, разъяснений. Небольшое количество обложек. Апокалипсис, например. Еще одна альтернативная обложка, которая была в продаже. Но, тем не менее, я все равно считаю фестивальную обложку одной из лучших. Потому, как она действительно выглядит очень круто. Хотя, несомненно, то количество обложек, которое выходило для этой серии комиксов, оно феноменальное. Их просто великое множество. Они все по-своему уникальные. И есть прям очень крутые экземпляры. Безусловно. Серия игрушек, которая была одно время популярна. Вот еще одна обложка, которая мне тоже очень нравится. Это альтернативная обложка комикса степени X к первому выпуску. Ну и наша обложка, которая у нас фестивальная. Это альтернативные соединяющиеся обложки комиксов дом X и степень X. На мой взгляд, просто топовая обложка. И когда я увидел, что она будет в качестве предзаказа, я не сомневался, что буду брать именно с этой обложкой. Еще одна крутая обложка это вот эта обложка. Обложка, которая была у дома X шестого выпуска и у степней X шестого выпуска. И у нас сзади информация про Джонатана Хикмана, Пепе Ларес и Эрбасильо. Эрбасильо в нашем случае художник, как и Пепе Ларес. Ну, а Джонатан Хикман, соответственно, один из величайших сценаристов и также художник независимых комиксов, который приложил к руку к по большому счету переосмыслению и созданию вот такой довольно интересной серии комиксов, которая позволила мягко перезапустить вселенную людей X. А у меня на сегодня все и увидимся в новых обзорах. Субтитры создавал DimaTorzok